здравствуйте друзья солнышко светит я камеру повернул будем смотреть на улицу если вы помните но многие помнят что когда только сняли вот эту блокировку с бюджета и сказали но вот есть три недели до 8 февраля чтобы принять какую-то иммиграционную реформу я тогда разбирал 4 возможных варианта и получалось так что но либо это вообще никак невозможно какие-то варианты либо это как бы серьезное поражение трампа в глазах его сторонников поэтому получалось что в обмен на эту даку он должен сразу все захапать да то есть и ограничение и деньги на строительство стены вдоль мексиканской границы и отмену семейной иммиграции или скажем так резкое и сужение и лотерею green card он должен был получить сразу все но тут вчера сенаторы конгрессмены люди которые пытаются прорваться как-то и для чего-то договориться у них конечно все получается на порядок более либеральным у консерватору республиканцев я не имею ввиду там демократов которые понятно более либеральную кукол у республиканцев которые вместе с демократами пытаются до чего-то договориться реформа получается намного намного более либеральной и они реально ну сколько там осталось неделька да они за эту недельку похоже не до чего договориться не смогут потому что позиции кардинально кардинально противоречивы мало того там ведь еще что получается реформа которую предлагает трамп точнее аргументация вот того что он хочет сделать она как бы изначально построена не просто на лжи и фальсификации она построена на такого уровня лжи и фальсификаций которые адресованы но уже абсолютно отмороженной части населения она небольшая но но как бы среди этой небольшой части населения они поголовно за него голосует это как бы его контингент но сенатором же ты не можешь так конгрессменов ты что же так не можешь они же понимают что это вранье получается Но они не могут за воронье голосовать. Поэтому как бы усугубляется вот эта ситуация тем, что предлагается проголосовать за заведомый бред какой-то лож и фальсификацию. И ничего, кроме лжи и фальсификации. И вот сенатор, авторитетный очень уважаемый человек в республиканской партии, фамилия Портман, прям как Портнов, похоже. Так вот, Портман предложил один из тех четырех вариантов, вот что мы тогда обсуждали, который состоял в том, что не пытаться сделать какой-то такой пакет серьезный, иммиграционный, а ограничиться конкретно одним единственным вопросом. Это легализация вот этих даковцев и в комбинации с мер по усилению границы. То есть не трогать семейную иммиграцию, не трогать лотерею грин-карт, не трогать, вообще вот ничего больше не трогать, не давать государству больше возможности по депортациям и так далее. Ограничиться маленьким вопросом, принять его нафиг и двигаться дальше, да, бюджет, всякие остальные дела. И если есть какая-то более широкая такая платформа, значит дальше заниматься этой иммиграцией и так далее. То есть в этот момент, я думаю, что у тех, кто стремится к сохранению грин-карты, у них должно как бы так дыхание замереть, да, потому что вынести лотерею из этого пакета это мечта. Ну, ну правда, ну вот, все, а дальше вообще никто ее не тронет, ну кто там будет собираться там из этой лотереи. Если только, конечно, они не смогут перейти к более широкой реформе. Но вот на уровне Даки, да, вот сейчас, если сейчас ее не тронут, так, ну, во-первых, понятно, что там в мае месяце, до мая ничего не произойдет, спокойно разыграют те, кто уже подал в октябре, там, в ноябре и так далее. То есть большое было бы облегчение. Единственное, что версия Портмана, при том, что собирает много поддержки среди других республиканских сенаторов, более умеренных и так далее, она на самом деле еще и сделана так, чтобы потрафить наиболее консервативной такой антиэмигрантской части республиканской партии, потому что их возмущало предложение, которое шло от администрации, от Трампа, дать путь к получению гражданства, растянутое на 12-15 лет, вот этим даковцам дать путь к получению гражданства. Давайте женщину пропустим. И сейчас поблагодарили. Значит, Портман говорит, давайте вот что сделаем. Давайте просто решим вопрос, который был, ну, как бы поставлен отменой указа президента Обамы. Давайте мы дадим им защиту от депортации, дадим им право на работу, на учебу, там, и так далее, но не будем давать им путь к гражданству. Вот мы как бы, вот, если когда-нибудь к этому придет, пусть когда-нибудь, кто-нибудь, как-нибудь, этот вопрос решит. Сегодня нам нужно принять бюджет и двигаться дальше по жизни, и мы не можем, как бы, в торопях какие-то серьезные вопросы притаскивать все до кучи и так далее. Если есть вопрос, давайте мы вернем их в легальный статус, этих вот, да, даковцев, их выбило там указом, декретом Трампа, их вышибло из легального статуса. Давайте вернем им тот легальный статус, который был, причем, те сторонники этого дела, вот этого статуса, говорят так, что это лучше, чем было по указу Обамы, потому что указ Обамы любой президент в любую секунду может отменить, а закон, который принимает Конгресс, это лучше, чем просто какой-то указ. Что правда, ну, то есть, немножко лучше, то есть, он хочет минимизировать абсолютно, значит, то, что дается на эту сторону, так, то есть, не давать путь к гражданству, но, и ничего, кроме финансирования стены, к этому больше не присобачивают. Стена, да, да, меры по безопасности на границе, да, значит, мы легализуем, там, как-то легализуем миллион восемьсот тысяч человек, в обмен на это мы, значит, там, делаем стену, какие-то меры, там, еще чего-то, и все, и больше ничего не трогать. Ну, опять, это поражение для Трампа в глазах его сторонников, я не говорю в Конгрессе, в Конгрессе это, наверное, было бы очень и очень популярным, потому что никто не хочет нового конфликта, нового шатдауна, значит, там, government shutdown и так далее, никто больше в эту дрянь лезть не хочет. Но вся эта дрянь создана тем, что администрация хочет сделать что-то, что не проходит, не идет. Мало того, то, что хотела сделать администрация и среди правых республиканцев тоже не идет, потому что они против того, чтобы легализовать, в смысле, дать путь к гражданству этим молодым людям. В общем, такая вот сложная комбинация. Я не хочу сказать, что у предложения Портмана есть реальный шанс пройти, точнее, реальный шанс всегда есть, но не то, чтобы он какой-то такой доминирующий, все схватились, кричат, боже, слава богу, пришел умный человек и сейчас все мы сделаем. Этого нет. Но, во всяком случае, вот такая линия появилась. Теперь, что еще я хочу сказать. Вчера был так называемый State of the Union Address, то есть когда президент делает доклад о положении в стране. И он в этом докладе, в той его части, которая касается эмиграции, даки, лотереи гринкард и вот этого всего, он повторил всю ту же самую ложь, фалисификацию грубую и так далее, которую... Ну, он, собственно, это кому говорил? Ну, понятно, что не тем, кто, да, да, скажем, понимает, что это ложь. Он это говорил тем, кто будет кричать ура, и, собственно, им было адресовано. Кстати, тут интересная табличка была опубликована на днях. Я уже не помню, в каком издании я стрелял. Значит, там табличка такая идет, поддержка Трампа и количество, процент населения из эмигрантов. И вот оказывается, что больше всего поддерживали Трампа там, где эмигрантов почти нет. Вот штат из большой эмиграции, например, в Калифорнии 27% населения, 27% населения, то, что называется foreign born, то есть они родились не в США, 27%. В Нью-Йорке, Нью-Джерси там ненамного меньше, ну, меньше, но ненамного. Вот, и единственный штат, практически единственный штат, с приличным таким значительным населением из эмигрантов, который голосовал за Трампа, это был Техас. Единственный. Хотя мы знаем, что и в Техасе тоже за Клинтон голосовало там по 45%, то есть это не то, что вот такой штат. И когда вы смотрите на картинку, где показывают, какие штаты поддерживают там Трампа сегодня 50% и выше, а там 40-50% и меньше 40%, Техас сегодня находится там же, где Калифорния, меньше 40%. То есть, к чему я рассказываю? Какие-то вот дремучие такие места, типа там Западная Вирджиния или, что там еще, Теннесси, где эмигрантов там 4-5% населения. И вот эти категорически против эмиграции, потому что они живут бедно, и им внушили, что их рабочие места поотнимали эмигранты. Вот не то, чтобы им учиться бы пойти, знаете, как-то вот, может быть, ну, немножко, действительно. А вот эмигранты у них все поотнимали. То есть, вот эти вот такие, ну, не суть. Так вот, он в этом State of the Union Address, он повторил это все. В частности, он сказал, что вот последние два теракта были сделаны людьми, которые попали в США по лотерее. Один, ну, вы знаете, из Узбекистана, и Chain Migration, то есть, вот он восстановление семей называет Chain Migration. Но я хочу сказать, что даже та реформа, которую он предложил, например, разрешает воссоединение семей уровня муж-жена. Давайте мы вернемся немножко назад и посмотрим на теракт, который был в Калифорнии, в Сан-Бернандино, где у нас был пакистанец. Ну, он пакистанец такой, он американский уже, соответственно, он, по-моему, даже родился в США. Такой совершенно обамериканинный пакистанец, который едет в Пакистан. Там потихонечку набирается чего-то, я уже не знаю, чего он там напрался. Во всяком случае, он жену оттуда приведет. А жена уже была как следует радикализована, и она его радикализует до уровня того, что они вместе идут, совершают теракт, потом погибают, там, сколько-то народу они убили, там, и так далее. Значит, вопрос такой. Если ты тыкаешь пальцем в лотерею и воссоединение семей, так убери тогда замужество. Ну, давай уже по-честному, ну, давай посмотри на последние 10 терактов. И ты увидишь, что там есть люди, которых просто привезли вот просто жена или муж. Давай это тоже не будем разрешать. Те, которые совершили теракт 11 сентября 2001 года, они в основном были здесь по студенческой визе. Давай запретим студенческий виз. Собственно, со студенческими визами там уже в тот момент начали очень по-серьезному разбираться. Там, конечно, ситуация кардинально изменилась с ними уже. Но я просто к чему говорю? Абсолютно любой тип виз дает какой-то процент людей, которые радикализуют. Больше того, статистика, она опубликована, говорит, что сейчас фокус, после 11 сентября фокус террористической активности перемещен на вербовку людей внутри США. И у нас сегодня треть тех, кто идет по терроризму, это люди, приехавшие в США из других стран. Вторая треть это люди, которые здесь перешли в ислам и радикализовались. Точнее, не так. Вторая треть это мусульмане, которые уже были в США и радикализовались. И треть, еще треть, это американцы, которые перешли здесь в ислам и здесь радикализовались. То есть из трех третей, две трети радикализованы внутри США. Так же, как вот этот вот узбек, который по гринкарт-лотереи приехал, он превратился в террориста уже здесь. Фактически то, что сейчас делает Трамп, это работа на руку тем, кто занимается терактами, потому что они облегчают их жизнь. Они уводят фокус от того, что происходит в области терроризма. Они уводят фокус от радикализации и вербовки людей внутри США куда-то туда в сторону. Я надеюсь, спецслужбы как бы не очень обращают внимания на эту вот риторику лживую, но и как бы делают то, что положено делать. Но внимание общества куда ушло? Куда его сейчас пытаются увезти? Вот оказывается, где террор-то. И даже, а как быть с пакистанцем, который уже просто жил в США, уже гражданин, там уже все дела, вот это он жену привез. Но сам-то он, его по какой категории, как его запретить? Вот как запретить, как убрать из страны тех, кто здесь уже живет, к тех, кто гражданин, к тех, кто здесь родился, и кто потенциально может радикализоваться по той или иной причине, черт его знает, когда и почему. С этими что будем делать? Поэтому, значит, что я хочу сказать. Вот вся эта истерия антииммигрантская, она настолько неамериканская. Нас сейчас хотят вернуть вот туда в 921-923 годы, вот когда тогда пытались резко сократить легальную иммиграцию, резко. И вот мы должны туда вернуться вдвое, сократить легальную иммиграцию. Почему в стране, в которой не хватает людей, где безработица там на нуле и так далее практически, почему мы должны легальную иммиграцию ограничить? Поэтому я хочу сказать, что, как бы сказать, странные вещи, короче, происходят. То есть вот ничего хорошего не может, ничего хорошего не может произойти из ситуации, давайте я на светлый образ, вроде тень на нашей стороне, не может произойти из игнорирования фактов и фальсификации, и лыжи, и вот этого вот всего. Абсолютно ничего хорошего для страны здесь быть не может. Поэтому, в общем-то, казалось, что вот где-то, где-то вот сейчас может быть какой-то компромисс, какое-то решение и так далее, и что-то не видать. И вот осталась неделя, мы посмотрим, что там будет с этой неделей, но какая-то реальная блокировка происходит на уровне Белого дома. Там называют людей конкретно, там вот есть советник президента Миллер, его фамилия, который такой вот по вопросам иммиграции, он и какой-то такой резко-резко антииммиграционный и так далее. А сам по себе президент, он вот слушает, чего там ему говорят, своего мнения у него нет такого. Ну, то есть как, у него есть некоторые задачи, состоящие в том, что, чтобы вот этот его бейс, вот эти вот процентов 25-30 населения, которые составляют львиную долю его, тех, кто за него голосует, вот, чтобы они были довольны, они легко поглощают любую ложь. Поэтому, но тем не менее, осталось еще заставить тех, кто понимает, что ложь это ложь, чтобы они сказали, да, это хорошо, вот, в Конгрессе, в Сенате, в Палате представителей. И последнее, что я хочу сказать, что сейчас очень много публикаций на тему о том, уже выборы, да, казалось бы там, но вот уже, сейчас февраль, там 9 месяцев до выборов, и пишут, что шансы у республиканцев какие-то чудовищно низкие. Ну, вот, скажем, это уже даже не вопрос того, хороший ли дядя Вася, чтобы быть сенатором. Допустим, вот мы консервативные, вот мы так, в общем-то, поддерживаемся. Дядю Васю мы любим, но дядя Вася из республиканской партии, и голосуя за человека из республиканской партии, мы фактически блокируем деятельность республиканской партии, потому что мы отдаем это все в, как сказать, на усмотрение крайне правого крыла. То есть даже если дядя Васи сам умеренный, то мы, голосуя за него, позволяем крайне правому крылу доминировать над всей остальной партией, там, и так далее. Поэтому такое было где-то 8-7,9 процента. Ну, грубо, 8 процентов. На 8 процентов больше людей говорят, что я бы на выборах голосовал за демократов, чем за республиканцев. То есть разрыв 8 процентов. Потому что люди понимают, что нужен какой-то баланс. То есть нельзя, чтобы вот у одной группы отмороженных там было сразу и президентство, и обе палаты в Конгрессе, они могут натворить бед. Поэтому сейчас идет вот к этому, и это все создает некоторое такое воздействие на атмосферу, в которой решения принимаются, голосуются и так далее. Вот очень-очень много республиканцев сейчас говорят, что они не будут идти на перевыборы. То есть как бы это еще ослабляет партийную позицию, потому что одно дело человек проверенный, его все знают, а другое дело какой-то новенький пойдет. Это всегда меньше шансов. В общем, а те, кто хочет переизбираться, они с оглядкой смотрят туда и смотрят сюда, не обвинят ли меня в этом или в том. И, конечно, есть люди, которые избраны от округов, где в основном вот эти вот, ну, понимаете. А у многих там смешанная публика, и как бы колеблющиеся такие вот ситуации, они переживают, боятся. И, в общем, со всех сторон там страху на них нагнали. То есть надо и этим угодить, и тем угодить, и вот этим угодить. И они как бы стали заложниками вот этих вот, как сказать, как это назвать, оголтелых. Они стали заложниками оголтелых, не будучи оголтелыми и не имея оголтелых в большинстве. Ну так. Но вот того, что там есть, хватает, чтобы как бы превратить всю партию в партию оголтелых. В общем, очень интересная картинка. Мы посмотрим, чего дальше будет. Но вот пока что такой апдейт на ситуацию с лотереей и с эмиграционной реформой, и вот что там сейчас происходит. Счастливо!